Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня у нас, на мой взгляд, крайне интересный скринкаст. Высокие технологии в каждый дом, что называется. Тема создания мобильных приложений для меня всегда была далекой и мне казалось, что это удел сильных мира сего, но оказалось, что вот такое приложение можно сделать буквально за 15 минут и через два скринкаста вы сможете сделать нечто подобное. В данном случае это приложение, которое содержит список мероприятий Условного благотворительного фонда или НКО. Тут есть обратная связь и ссылка на регистрацию. И это одно из самых простых приложений из тех, что можно сделать в GlideUp. И при том сделать абсолютно бесплатно, что, конечно же, вдохновляет. Glide работает с Google таблицами как базой данных, а поэтому даже не предлагает иной опторизации, кроме как через Google. Вообще, конечно, Google скоро станет править миром, все к тому идет. И перед нами экран с кучей обучающих видео, они правда все на английском, на русском в сети вообще ничего погладь нет. И единственная кнопка в MyApps NewApp, то есть новое приложение. Он сразу предлагает выбрать таблицу на вашем Google диске, которая собственно и станет приложением. Сначала выберем, потом объясню. А вот. У нас уже появилось приложение под названием мероприятие, в котором уже даже что-то есть. Данные он подтянул из таблицы, и сейчас мы посмотрим, что именно он подтянул. А вот таблица, которую я создал заранее. Название таблицы — это название приложения. Имейте это в виду, не давайте рабочих названий таблицы. Подумайте заранее, как будет называться ваше приложение. Столбцы — это информация, которую он подтянул. Но не вся. Потом мы разберемся, что именно и как он подтягивает. Первая строка рабочая — это название столбцов. Они тоже могут всплывать в приложении, поэтому также продумывайте название. Далее информация. Тут есть название, ссылки, описание, фото. Одно фото я вставил, два нет. Часть этой информации отображается на главном экране приложения. Какая? Та, что указана здесь. Если, например, для нас существенно на первом экране указать дату, то вот здесь вместо прочерка мы можем выбрать дату. Здесь указано название столбцов, как у нас таблицы. Вот дата появилась. Ну а места, например, нам наоборот тут не нужно, чтобы не захламлять. Далее фото. Можно вставлять их в таблицу, можно вставлять прямо сюда. То есть мы просто берем фото и перетаскиваем в приложение. Он его сразу кадрирует. Более того, он его сразу закидывает на облако и в нашу таблицу добавляет ссылку. Вообще, все изменения в приложении фиксируются в таблице на Google диске. Это база данных. Своеобразность Q. И дальше мы переходим в само мероприятие. Вот, кстати, как это выглядит на андроиде. И тут все, кстати, достаточно мило. Даже менять ничего не хочется. У нас тут есть ссылка на мероприятие, название фотка. Но если мы вдруг захотим что-то поменять, то делается это просто. Вот, например, заголовок. Можно поставить дату или место. Его, правда, нет. Но мы оставим название. И далее у нас компоненты. Он таким зеленым шариком показывает, какой компонент, про что. Хотя это и так понятно. Можно зайти в компоненты, там появятся дополнительные настройки. Например, что касается ссылки. Можно изменить лейбл, заходной текст, можно изменить содержание, то есть из какой ячейки он будет подтягивать информацию. Но в данном случае это, конечно, абсолютно не нужно. И можно изменить вид самой ссылки. В данном случае тут четыре варианта. То есть все на ваше усмотрение. Но лично мне нравится название в виде ссылки. Главное, чтобы пользователи поняли, что сюда можно нажать. Далее мы можем поменять какие-то компоненты местами. Ссылку я бы поднял наверх. Она важна, поскольку ведет на регистрацию. Дату вообще вниз. Не хочет. И еще я бы добавил сюда… А, да. Вот тут собраны все формы, в которых можно представлять или получать от пользователя информацию. И даже элементы разметки. В данном случае я добавлю разделитель и… И комментарии. Привет, незнакомец. Очень мило. Ну вот. В общих чертах приложение мы сделали. По-моему, выглядит вполне презентабельно. Вот активная ссылка на регистрацию. Вот прямо любо-дорого посмотреть. А что делать с этим дальше, мы поговорим в следующем видео. Советую его не пропустить, поскольку собственное приложение под Android и iPhone – вещь пока редкая, особенно в некоммерческом секторе. А пользы от него может быть много. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и любите друг друга. Военя, поехать. division. Татьяна. Пока-пока. На дыкане на кастрюлю вообще с отдельным избилемам, inda вроде как дык, а потом как прозвожитель voющая, кровать-сreg dragide двигатель к нам сама. в الجумен revival-покатом. Продолжение следует...